Реконструкция отделений корпуса Б Брестской областной больницы уже на завершающей стадии. Финишная прямая предполагает только запуск привезенных аппаратов и установку коек. Строительный процесс позади и совсем скоро обновленный блок сможет принять первых больных, а также перевести своих пациентов из других отделений. Я должен сказать, что здесь претензий к строителям нельзя подъявить, потому что все эти графики, которые были утверждены по выполнению всех работ, строительных работ, что касается их, они выполняют срок с каким-то определенным перевыполнением. Поэтому вопросов здесь по областной больнице нету. И мы уже договорились, чтобы в течение нескольких месяцев полностью оснастили койками, всем необходимым оборудованием для лечения. Инфекционное отделение Брестской областной по сути может считаться отдельным медицинским учреждением и по масштабам строительства, и по тем функциям, которые оно будет выполнять после ввода в эксплуатацию. Сегодня там идет активная стройка, но уже к зиме помещения должны быть отапливаемы и пригодны для выполнения отделочных работ, а также установки оборудования и мебели. Первых больных новый корпус сможет принять уже в первом полугодии 2015 года. Я вот сегодня как раз уже и озвучу, и поставлю задачу именно инфекционное отделение. По сути, это новая больница, и огромная больница, и мы видим, что готовность и очень хорошая. У нас есть необходимые финансовые ресурсы сейчас для того, чтобы этот объект тоже финансировать. Брестский областной онкологический диспансер – еще один из объектов, который накануне с инспекцией посетил губернатор региона. В настоящее время в этом медицинском учреждении заканчиваются активные строительные работы. До середины августа должна быть завершена внутренняя отделка, а уже к октябрю установлено новое оборудование, как для лечения, так и для ранней диагностики заболеваний. Мы за эти неполные два года сделаем как раз прекрасную больницу. Удвоиваются койко-места в онкодиспансере. Но самое главное, что здесь мы будем оснащать, и уже тендера проводятся новейшим оборудованием, для того, чтобы не только делать операцию, но для того, чтобы у нас было оборудование для ранней диагностики заболеваний рака. Это очень серьезная проблема, которой нам надо заниматься. Сегодня у нас всего 171 койко. Это с учетом реанимации. 6 коек реанимации, 171 койко. С вводом хирургического корпуса, который рассчитан на 220 коек, у нас коечный фонд увеличивается до 360, то есть два раза. Ну и вы видели, какие условия, конечно, и для пациентов, и для персонала будет. Это, конечно, радует. Во-вторых, операционный блок позволит тоже, мощный операционный блок, все-таки 8 операционных, позволит тоже сократить лист ожиданий. У нас сегодня всего три операционных. Главный врач областного онкологического диспансера Константин Шельпинь уверен, что условия, в которых проводится лечение, немаловажный фактор в деле борьбы с болезнью. Высококвалифицированный медицинский персонал, новейшее оборудование и комфортабельные условия все это позволит значительно снизить необходимость поиска специализированных клиник за пределами области и даст возможность серьезно сэкономить драгоценное время, которое так важно в борьбе с онкологическими заболеваниями. Продолжение следует...